Чувашия на пороге настоящей метеорологической весны. В минувшие выходные столбики термометров днём показывали уверенный плюс. Снег начал активно таять. В республике готовятся к паводку. При наихудшем развитии ситуации в зону подтопления могут попасть 57 населённых пунктов в 17 муниципальных образованиях. Об этом сообщил сегодня председатель ГКЧС Чуваший Сергей Павлов. На особым контроле город Алатыр, а также Алатырский, Козловский, Батыровский и Комсомольский районы, где есть вероятность нарушения жизнедеятельности населения из-за возникновения заторов на реках. Также органами местного самоправления Чувашской судебники на случай осложнения ситуации с прохождением весеннего паводка с планированием распиловка льда протяжённостью 50 метров и чернение льда на площади 200 квадратных метров на реке Сурам около города Алатыр. Распиловка льда протяжённостью 20 метров и чернение льда на площади 100 квадратных метров на реке Бездна в Алатырском районе. Также рассказал Сергей Павлов, на случай возможной эвакуации людей из зоны подтопления планируется развернуть 23 пункта временного размещения, которые могут принять около 4,5 тысяч человек. По информации ГКЧС, на территории, куда может прийти большая вода, находятся почти 1600 домов частного сектора. Это более 3,5 тысяч жителей. Контроль за обстановкой на территории республики ведут 5 стационарных гидропостов, которые размещены на реках Сура, Волга и Цивиль в Алатаре, Чебоксарах, Ядрине, селе Парецком и деревне Туфси Цивильского района. Глава Чувашии, в свою очередь, отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на благополучном прохождении паводка, но при этом не стоит забывать и о другой традиционной весенней проблеме, которая возникает после таяния снега. Это пал сухой травы и его весьма небезобидные последствия, когда огонь перекидывается на жилые дома. Нужно не просто фиксировать статистику подобных возгораний, подчеркнул Олег Николаев, а наводить порядок. В течение ближайшего времени мы детально проинвентифицируем нормы КОАП с точки зрения ответственности за данные правонарушения. А самое главное, уважаемые коллеги, надо уже сделать так, чтобы, во-первых, все люди знали о мерах безопасности, а во-вторых, и об ответственности, которая постигнет их, если и будут соответствующие последствия.